Здесь должна быть атмосфера праздника, решил самарский архитектор Алексей Герасимов. Первоначальный проект, одобренный в Москве, показался ему слишком простым. Звезды, звезды, избитое решение темы. Нужен новый образ, яркий и стремительный, торжественный салют. Вместо плафонов звезд появились люстры в виде гроздья фейерверка. Освещение получилось живое. При движении поездов хрусталь покачивается и звенит. Засиять станции помогли куйбышевские заводы. Они выделили часть средств на строительство. Люстры делали на заводе имени Масленникова, а светильники на авиационном. По задумке архитектора, эта станция олицетворяет триумфальную победу советского народа над фашистской Германией. Создать нужный эмоциональный эффект призваны уникальные для подземелья витражи, на которых яркими огнями горит салют победы. Уже 25 лет в метро светит солнце. За игру лучей в витражах отвечает специальная подсветка. Станция Победа открылась в 1987 году. Тогда ветка длиной в 4,5 километра тянулась от юнгородка до Победы. Здесь же прошел и торжественный митинг в честь пуска Самарской подземки. Со временем у станции появились новые традиции. Такая тенденция есть. У нас врачующиеся приходят к нам на станцию фотографироваться. Мы не знаем, чем она им нравится. Мы немножко как бы удивлены этим обстоятельством. Но у нас это стало традицией, что женихи и невесты приходят к нам. Нам очень приятно. Раз они приходят, значит им нравится, значит все хорошо. Не зря архитектор незадолго до станции Победы проектировал Самарский дворец бракосочетаний. Пассажиры отмечают, независимо от даты на календаре здесь всегда чувствуется атмосфера праздника. Марина Кравцова, Владислав Манин, ГИС События.